Тема доклада Infrastructure Under Test in OpenShift. Мы поговорим о том, как тестировалось приложение, которое работало полностью в OpenShift. Я объясню, почему был выбран OpenShift, то есть в нашем случае это была данность, а не выбор архитекторов или бизнеса. И я вам расскажу о том подходе, который мы использовали. И если в двух словах характеризовать то, что будет, мы поговорим о том, как вы можете использовать ростовую API-шку OpenShift или Kubernetes для того, чтобы автоматизировать деплоймент, масштабирование вашего приложения в Kubernetes или OpenShift кластере и непосредственно использовать тот код и тот функционал, который предоставляет вам REST API в ваших тестах. Примеры будут на Java. И мы поговорим о тех библиотеках, которые мы использовали и частично даже участвовали в их расширении. Сегодня я вам расскажу о проекте, который заставил с этим разбираться, заставил с этим работать. Это Red Analytics I.O. Я постараюсь донести какие-то хорошие стороны работы с OpenShift. Буду рад услышать ваш негативный опыт, если он у вас есть, если кто-то работает с OpenShift и чем-то недоволен, потому что так или иначе я могу попробовать донести ваш опыт для тех людей, которые разрабатывают его. И в принципе на этом, надеюсь, будет все. Меня зовут Егор. Я работаю в компании SoftServe. Я занимаюсь автоматизацией тестирования. До этого немножко поработал с Java-девелопером и достаточно долго работал в тестировании. У меня есть Telegram-канал Q-Study Online, мой GitHub, ссылку на него вы видите, и LinkedIn. Если у кого-то будут какие-то вопросы, вы сможете их задать после доклада или найти меня по ссылкам и написать. Я буду рад вашим вопросам. И если смогу, то буду рад помочь вам. Итак, проект. Собственно говоря, проект, над которым мы работали и в частности, что мы делали. Мы занимались автоматизацией тестов для самого проекта и тех приложений, которые идут в проекте для понимания, что это такое. Это Red Analytics I.O. и это надстройка или это плагин для OpenShift, который позволяет удобно работать с Apache Spark кластером. Кто вообще в принципе работает с кубернетисом? Можно поднять руки? Есть. А кто работает с OpenShift? Хорошо. А кто у кого на проекте используется Apache Spark для распараллеливания вычислений? Хорошо. Вы его сетапили руками или вы использовали какой-то готовый докер имидж? Как у вас это происходит? Вообще не сетапили. Он просто у вас есть, да? Ну, неплохо. Отлично. Хорошо. Скажем так, проблемы, которые решает продукт, вернее проект Red Analytics I.O. Он позволяет легко и просто интегрировать в вашу облачную решение, это OpenShift, с Apache Spark. То есть используются уже готовые докер имиджи, для которых есть спецификация по развертке в OpenShift. И это сделано упрощенным способом. Предоставляется CommonLine интерфейс, предоставляется WebUI интерфейс. И почему это хорошо? Потому что вы можете в OpenShift создать проект, пустить туда вашего Data Science или пустить туда вашего разработчика, который должен разрабатывать приложение, работающее с Apache Spark. И ему не потребуется тратить день или, допустим, два дня на изучение того, как развернуть Apache Spark и как это подключить, как это все настроить. Это дополнение и этот продукт называется ошибка, он делает это за вас. То есть хотите вы это сделать и через UI, хотите вы сделать и через командную строку. И на этом слайде вы видите листинг команд, то есть достаточно 8 строк для того, чтобы развернуть локально OpenShift кластер и поднять там рабочий environment, который будет состоять из Apache Zeppelin. Это приложение для написания кода, как правило, оно используется для написания Python или Spark кода и работы с Apache Spark с целью каких-то вычислений на большом объеме данных. Может быть, кто-то из вас использует такое или что-то подобное. Хорошо, кто слышал об Apache Zeppelin? О, об Apache Zeppelin, простите. Есть. Теперь вы знаете, как это можно развернуть легко в вашей системе. И те проблемы, с которыми мы столкнулись. У нас было более 10 приложений, которые необходимо было покрыть end-to-end функциональными тестами, потому что каждый раз, когда обновляется сам продукт, ашинка, имеется в виду Redenalise.io, изменяются какие-то API-шки и приложения, которые написаны для понимания его работы, могут сломаться. Нам необходимо было это отслеживать и, понятное дело, что самый простой способ – это покрыть автотестами. Поэтому вот 10 приложений, которые необходимо тестировать. Соответственно, тесты не должны запускаться, если деплоймент не прошел. И все это работает в OpenShift. Почему это работает в OpenShift? Как я сказал, что сам по себе проект, над которым мы работали, это всего лишь плагин или расширение для данной платформы. И как мы могли это исправить? Как правило, то, что видел я из своего опыта, когда мы говорим о работе CI, работе с кубернетис-кластером, пишутся баш-скрипты, через куб-CTL происходит деплоймент. Возможно, если мы говорим про OpenShift, используется Jenkins, OpenShift плагин или используется Ansible. Это возможное решение, когда вы хотите построить CI для вашего кубернетис-кластера, для вашего OpenShift-кластера. Но в нашем случае мы выбрали другой подход. Мы взяли всем нам знакомый инструмент язык Java. Мы не стали учить Ansible. Мы взяли готовую библиотеку Fabric 8 Kubernetes Client. Это фактически Java обвязка вокруг ростового API OpenShift. И с помощью нее напилили фреймворк, который позволил нам деплоить приложение, тестировать приложение, подчищать за собой после того, как наши тесты были пройдены. И в принципе удовлетворило все наши нужды. О проблемах, которые это вызвало, я скажу уже в конце. Но забегая наперед, начать и стартовать работать с этим было достаточно проблематично в принципе. Для того, чтобы понимать, что будет происходить дальше, я сделаю небольшое представление, что такое кубернетис, как он работает, его архитектуру. Если это… В принципе, кто прекрасно знает, как работает кубернетис, понимает, что такое POD, у кого не возникает проблем. Ну, вам придется потерпеть, потому что вас четверо, и все остальные руки не подняли. Кубернетис, что такое? Система оркестрации, управления нашими докер-контейнерами. Каким образом это работает? У нас есть POD, это наименьшая единица деплоймента, в нем мы поднимаем один или несколько докер-контейнеров. И это приложение, оно работает на каком-то количестве ваших серверов, на каком-то количестве ваших виртуальных машин, и оно предоставляет вам удобный способ взаимодействия с этим. Во-первых, оно состоит из сервера и воркера. На сервер вы отправляете ваши команды, сервер получает их и отправляет воркеру. На воркере уже работает докер-демон, в рамках которого поднимается POD, и там работают докер-контейнеры. Поэтому у вас вы можете использовать UI, кубернетис дашборд, вы можете использовать кубCTL для того, чтобы каким-то образом управлять это. Это все делается через мастер в нашем кубернетис-кластере. Или вы можете использовать ростову API, так как сделали это мы. Итак, POD. Наименьшая единица деплоймента, в ней вы поднимаете ваши контейнеры, и в рамках кубернетиса POD представляется как YAML документ, JSON документ. Это фактически вы видите спецификацию того, как нужно поднять, что нужно развернуть. То есть тут говорится, что возьми и создай POD, у которого будет какое-то имя, возьми контейнер, контейнер возьми, пожалуйста, ссылочка тебе на имидж, и подними контейнер с таким-то именем. То есть просто инструкция для того, чтобы поднять вашу программу в докер-контейнере, но уже в рамках POD, которыми оперирует наш кубернетис. Каждый POD поднимается в каком-то немспейсе. В немспейсе у вас может быть расшаренный или изолированный на каком-то одном сервере. Это уже зависит от вас. Как правило, расшариваются на несколько воркеров. Для того, что если один воркер упадет, это можно было как-то масштабировать. Но опять же, когда вы говорите, что вы хотите оперировать каким-то POD, вы это поднимаете в определенном немспейсе. В кубернетисе это реализовано так. Вы имеете доступ к немспейсам и видите все POD, которые в нем подняты. В OpenShift это сделано немного по-другому. И на мой взгляд, в OpenShift это сделано более удобно. Потому что OpenShift оперирует привычными для нас, как для пользователей компьютерных программ, терминами, проектами. Ну, об этом немножко дальше. Реплика-сет это тот функционал, который позволяет кубернетису делать вот эту магию. Почему он стал такой популярен? Вы можете сказать, что вам в системе необходимо всегда иметь три POD с докер-имиджем определенной версии. И кубернетис будет мониторить это. Если один из POD или один из POD с докер-контейнером упадет, он автоматически поднимет его копию. И в вашей системе будет постоянно континентно одинаковое количество POD с вашим приложением. Что же касается деплоймента, это центральная часть. И в нее вы вписываете спецификацию для реплики сет. В нее вы вписываете спецификацию для развертывания POD, работы с сервисами для коммуникации POD между собой. И она необходима для того, чтобы в принципе развернуть что-либо в кубернетис кластере. Сервисы. Сервисами являются контейнеры, вернее так, в кубернетис сущности, в которые идет запрос для того, чтобы общаться с тем или иным POD. То есть напрямую с POD у вас общаться не получится. Вам необходимо выполнить запрос на сервис. Сервис же в свою очередь мапится на один или несколько POD и направляет ваш запрос в один из POD, с которыми он умеет работать. И Ingress – это точка входа уже в сервис извне. Если сервис работает на уровне кубернетис кластера, то Ingress работает на уровне внешнего мира. И вы можете через Ingress обращаться напрямую в приложение, которое работает внутри кубернетис кластера и коммуницировать каким-то образом с ним. Что же касается архитектуры OpenShift. С кубернетисом мы разобрались, а OpenShift является надстройкой. Поэтому, когда мы говорим о взаимодействии с OpenShift, это взаимодействие с кубернетисом и плюс дополнительное взаимодействие с тем функционалом, который предоставляет нам OpenShift. Если вы хотите вызвать стандартную какую-то кубернетисскую команду, вы можете это сделать при помощи QPCTL, обратиться к OpenShift кластеру и она выполнится. Возможно какие-то ошибки, возможно какие-то нюансы. Нужно всегда понимать то, что OpenShift – это обертка, это надстройка и она будет всегда внутри себя использовать не такую свежую версию кубернетиса, как можете установить вы. Поэтому здесь есть определенные ограничения. Но как это выглядит? Вы обращаетесь к OpenShift серверу. OpenShift сервер получает этот запрос. Он может его перенаправить в кубернетис сервер или напрямую сказать, выполнить какую-то команду вашему воркеру, который уже зависит от того, что вы хотите, или создаст еще одну копию пода работающего, или возможно наоборот удалит какой-то под. То есть это зависит от вас и от ваших нужд. Что же касается дополнительного функционала OpenShift. Что мы имеем, что он дает? Давайте начнем по порядку. Во-первых, встроенный Docker Registry. Вам не нужно изначально подключать что-то извне. Вы можете абсолютно спокойно сразу начинать с OpenShift работать и указывать Docker Hub для, например, работы с Docker Hub или использовать указания на ваш удаленный какой-то изолированный контейнер-режистри, например, в Амазоне или на каком-то обычном сервере, где вы это храните. Но в OpenShift он есть и он существует не просто так. Его появление обусловлено функционалом Source to Image. Это отдельная утилита, которую вы можете поставить в свою операционную систему. И суть ее работы сводится к тому, что у вас есть некие эталонные Docker файлы, которые вы хотите использовать. И у вас есть ваш код, код вашего приложения, который находится на удаленном репозитории. GitHub, Bitbucket, ваш Git сервер. Например, вы можете Source to Image говорить, что, пожалуйста, возьми этот эталонный Docker image, скопируй код с удаленного репозитория и создай мне новый Docker image, в котором уже будет все, что есть в эталонном, плюс будет выполнено клонирование и сборка вашего проекта и проект будет запущен в этом новом Docker image. Соответственно, для того, чтобы это работало, необходимо было где-то создавать вот эти промежуточные, во-первых, хранить эталонные имиджи, во-вторых, хранить промежуточные имиджи, которые создаются на базе кода и эталонного имиджа. Они хранятся в встроенном OpenShift Docker registry и Build Configuration, механизм, который отвечает за то, чтобы работал функционал Source to Image и в дальнейшем можно было после операции Build, которую выполняет Docker, произвести деплоймент вашего приложения, полученного через Source to Image. Что же касается ImageStream. К примеру, такая ситуация, когда у вас есть процесс разработки и в тестовой среде вы хотите получать latest версию вашего Docker контейнера с приложением. За это отвечает ImageStream. ImageStream смотрит на указанное ему контейнер-регистри и мониторит, когда там появляется обновленный имидж. Как только этот обновленный имидж появляется, ImageStream уже позволяет OpenShift и стратегии деплоймента произвести редеплой приложения и поднять более свежую версию контейнера. И что же касается деплоймент конфигурейшена, почему именно она выделена в отдельную часть, почему так. Есть в Kubernetes деплоймент, он хорош, он много что в себя вбирает, но поскольку OpenShift предоставляет дополнительный функционал, а именно Source to Image, возможность билдить что-то на лету, то необходимо было расширить и операцию деплоймента дополнительными возможностями. Поэтому была реализована деплоймент конфигурейшен, который вбирает в себя инструменты для работы со всеми этими нововведениями. Пожалуй, на этом я завершу. Я не буду вдаваться дальше в Rhoads. И мы пойдем дальше. Rhoads – это способ входа в OpenShift кластер извне. Подобно InGreeze в Kubernetes. Rhoads – это точка входа в OpenShift. И приятное нововведение, очень легкое для понимания, это то, к чему мы все привыкли. Мы все когда-то начинали работать с компьютером и, скорее всего, что мы все создавали папки. В папке мы раскладывали наши какие-то файлы, игры и все остальное. Термин Namespace непривычен для нас, как для пользователей. OpenShift подумал над этим и реализовал более удобный механизм работы с этим. А именно, в OpenShift есть проекты. В рамках проекта существует один Namespace, и все, что вы создаете в проекте, создается в этом Namespace. Почему я говорю, что это проще? Потому что это проще для понимания, нежели какая-то модель Namespace. И работа с ними – это раз. А во-вторых, это то, что, представьте, у вас есть OpenShift кластер, у вас ведется разработка продукта, и в этом OpenShift кластере у вас есть три проекта. Тест, дев и прод. Соответственно, права доступа ограничены. В тестовый проект могут ходить только ребята из тестимы, в дев проект может ходить только ребята из дев темы, и на прод может ходить только один новомодный DevOps инженер. Или вообще каким-то образом никто. Есть. Деплоймент. Мы говорим, какой имидж мы хотим взять, и деплоймент конфиг включает в себя ссылку на этот имидж, говорит OpenShift выкачать этот имидж, этот имидж выкачивается и разворачивается контейнер в поде. Деплоймент конфиг при этом содержит в себе полную спецификацию о том, что нужно взять, развернуть, какие определенные метки необходимо поставить на под, каким образом под будет коммуницировать с каким количеством сервисов, какое количество экземпляров кода будут подняты. Это все прописывается в деплоймент конфиг. Что же касается того, как работает деплоймент с использованием source to image, это выглядит немножко иначе. А именно, пишется деплоймент конфиг, в который включается build конфиг, и build конфиг, в свою очередь, манипулирует уже немножко другими вещами. Он манипулирует вашим эталонным докер имиджем, который вы хотите использовать для развертывания вашего приложения, и он отвечает за работу с удаленным хранилищем кода. То есть код стягивается, берется имидж, на базе готового имиджа выполняется операция build, за это отвечает source to image, и вы получаете уже имидж с вашим приложением внутри. Как я уже сказал раньше, source to image достаточно удобный инструмент. Сейчас я приведу такой практический пример, и те ребята, которые, возможно, получали такие проблемы, они улыбнутся и поймут меня. ни у кого никогда не присылали, не присылала dev-тима докер имидж, который весит 3 гигабайта с приложением. Ну, что-то такое было. Вот. И вы открываете докер файл, который они использовали, и смотрите там run, run, там, то есть там layer, layer, то есть он просто очень-очень-очень жирный, и вы пытаетесь как-то оптимизировать, потом говорите, ребята, используйте вот этот докер файл, начинается переписка, начинаются какие-то выяснения взаимоотношений, кто-то начинает обижаться. Вот эти вот все проблемы могут возникнуть. И source to image предлагает, чтобы вы, как человек ответственный за создание каких-то эталонных имиджей, написали свой самый оптимальный 10-мегабайтный докер имидж и использовали его для того, чтобы разворачивать ваше приложение. Соответственно, один раз вы написали, вашим разработчикам не нужно изучать тонкости работы докера, я имею в виду создание каких-то докер файлов, упаковки этого всего. Вы это сделали сами, если вы являетесь специалистом. Вы установили отдельно вашу систему source to image и можете настроить сборку ваших докер имиджей с вашим приложением автоматически именно благодаря этому инструменту. Что происходит на этом слайде? На этом слайде я показал, что, во-первых, вы можете использовать это как утилиту командной строки в своей операционной системе. И я создаю локальное хранилище вот этого имиджа. LightHttpD на базе CentOS 7. Дальше мы смотрим, что у нас получается. Создается каталог с именем нашего имиджа. И внутри мы видим наш эталонный докер файл, makefile. И в папке S2I необходимые скрипты для того, чтобы выполнить докер билд на основании этого докер файла. И также функционал, отвечающий за клонирование вашего репозитория и поднятие его. Ну, к примеру, очень удобно тем, кто работает с Python приложениями. У вас есть Python 2.7, Python 3.6, докер файлы и, соответственно, имиджи. И вы можете использовать их для деплоймента разных версий вашего приложения или для деплоймента разных приложений. То есть это упрощает вам работу. На следующем слайде, когда вы уже будете смотреть, вы сможете почитать более детально, что за что отвечает. В принципе, это было озвучено. И почему OpenShift можете захотеть использовать вы? Во-первых, все, что я говорю сейчас, касается версии OKD. OKD – это старое название Origin. Это open source продукт, который вы можете скачать, пожалуйста, с GitHub бинарник, запустить у себя локально, подобно тому, как это будет работать у меня, и использовать его. То есть я сейчас говорю о абсолютно бесплатном решении. Что же помимо этого может вызвать ваше желание использовать его? Более user-friendly. Действительно, когда вы работаете с кубернетисом, потом переключаясь на OpenShift, вы можете заметить, что OpenShift проще для понимания. Помимо этого OpenShift легко позволяет начать с ним работать, использовать какие-то предустановленные, преднаписанные имиджи для него, такие как Jenkins или MongoDB, MySQL, связки для PHP разработки, для разработки на Python, на Ruby, на Java, из коробки. Кроме этого, дополнительный функционал, которого нет в кубернетисе. И если это важно для вашего продукта, вы можете купить Enterprise версию. Для кого это может быть интересно? Есть ряд компаний, которые предпочитают использовать Enterprise продукты и переложить с плеч своих на плечи поставщика услуг ответственность за то, как это работает. Поэтому такая опция доступна и здесь. Фабрик 8. Я могу ошибиться и прошу не воспринимать мое буквально, но Фабрик 8 это фактически форк OpenShift, который несет абсолютно другую идеологию. OpenShift это платформа as a service, на которую вы можете вести тестирование, разработку и предоставлять конечным пользователям работу с вашей системой, с вашим приложением. Фабрик 8 это же платформа, которая в первую очередь заточена под разработчиков и тестировщиков, для того, чтобы просто без прибегания к изучению каких-то дополнительных инженерных практик или дополнительных инструментов построить CICD, построить тестирование вашего приложения в рамках такой системы оркестрации. Под капотом Фабрик 8 использует тоже Kubernetes. И, скажем так, два самых известных их продукта или проекта. Это Фабрик 8 Maven плагин, который позволяет вам на лету из вашего кода приложения собирать докеры имиджи, позволяет деплоить эти имиджи и поднимать поды с контейнерами на основе этих имиджей в OpenShift. Это и второе, это платформа, о которой я вам только что говорил. Так она примерно выглядит. Да, это ее UI. Точно так же вы можете работать через командную строку. Но помимо этих двух основных проектов, есть третий, на котором мы остановимся и который мы, собственно говоря, использовали для построения нашего решения. Это Kubernetes и OpenShift Java Client. Это джавовая обертка вокруг рестовой опишки Kubernetes и OpenShift. Почему, в принципе, я решил, что это может быть интересно и пришел сюда? Сейчас, когда мы работаем очень тесно с множеством инструментов, в том числе Kubernetes, OpenShift, необходимо для того, чтобы качественно выполнять свою работу, знать какие-то утилиты для поднятия инфраструктуры. Я имею в виду Terraform или для накатки обновления, это Ansible. Нужно большое количество знаний. Здесь может быть использован такой подход, когда вы берете старый хороший знакомый инструмент, это язык программирования, в нашем случае это Java, и пишете на нем все. Вы пишете на нем и деплоймент вашего приложения, вы пишете и тесты на ваше приложение, которое задеплоено. И это вам дает небольшую гибкость. В рамках своих тестов вы можете вызывать различные обращения к той среде, где работает ваше приложение, и вы можете манипулировать ваше приложение. Вы можете увеличить количество подов с вашим веб-сервисом. Вы можете удалить под, в котором вы поднимаете вашу базу данных для приложения и оценивать, что произойдет, как будет работать, что непосредственно произойдет. Также в рамках демо мы посмотрим, как производится деплоймент, и мы получаем ссылку на наше приложение, которое развернуто в OpenShift кластере. То есть, опять же, вы, написав такой, скажем так, фреймворк для деплоймента и для манипуляции с приложением, можете получить достаточно богатый функционал, который легко поддерживать, потому что это знакомый вам инструмент, и он очень гибок, потому что все, что вы пишете сами, все, что вы пишете на… в принципе, программируете, это абсолютно гибко и зависит только от вас. Вы можете наделить это практически любым функционалом. Главное, чтобы у вас было желание и стремление. Помимо Fabric 8, Kubernetes Client, я бы хотел обратить ваше внимание, это организация на GitHub, XTF, CZ. Что здесь есть? Здесь есть вот две библиотеки. Это XTF и Red Analytics Utils. Непосредственно мы принимали участие в расширении функционала этих библиотек, и они сделаны для улучшения и упрощения построения подобных решений для OpenShift. Там есть интересные решения также для работы с Kubernetes. Использовать их вот так вот, подключив Mavan Dependency, можно, но вы получите неполный спектр их возможностей, потому что они были заточены под конкретное решение. Но, тем не менее, вы можете посмотреть, что там реализовано и как это реализовано, и повторить это у себя, или, возможно, у вас получится переиспользовать готовое решение. И демо. Есть. Нормально? Вам должно быть достаточно хорошо видно. Ребят, кто сзади? Нормально? Отлично. Ну, это да, это да. Ну, что же сделать? Зато лучше видно, на черной будет хуже. Демо-деплоймент тест. В чем заключается тест? Ну, помимо создания веб-драйвера, мы создадим инстанс демо-деплоймента, и уже демо-деплоймент нам поможет сделать следующее. Мне поможет залогиниться в OpenShift Cluster, создать там проект для нас. А как мы помним из тех слов, которые сказал я ранее, когда мы создаем проект, в рамках проекта создается Namespace, и все те сущности, которые мы будем оперировать, будут создаваться в рамках этого Namespace. Дальше мы произведем деплой пода, создадим сервис и создадим для сервиса road. То есть как это будет выглядеть? Мы создаем под, под маппим на сервис, соответственно, с подом можно будет в рамках Namespace общаться посредством обращения к сервису, а в свою очередь для сервиса мы создаем road, и через road мы уже сможем достучаться до нашего приложения и работать как-то с ним. Что произойдет дальше? Мы каким-то образом из demo deployment получим ссылочку на развернутое приложение, подождем, пока оно задеплоится, и проверим, что там действительно есть какой-то веб-элемент, и этот веб-элемент содержит текст hello from pod. Давайте для того, чтобы это было более наглядно, перед тем, как запустить это, я просто в OpenShift разверну приложение. Так, для начала, что у нас? Вот так выглядит OpenShift. Вот, пожалуйста, у нас есть набор уже готовых имиджей, которые мы можем легко интегрировать в наш проект. Я не знаю, может быть, тут нету решений для Perla или Clojure, но для, пожалуйста, .NET решения, Jenkins, Wildfly, Ruby, а, для Perla есть, простите, MongoDB. То есть все это уже готово, вы можете это использовать. У меня есть мой проект, my project, и я буду использовать его. Есть, я использую OC project, и я говорю OC new app. Указываю свою ссылку на Docker Hub image. И приложение, вернее, под с этим приложением будет называться, давайте, тест. Выполнена команда. Мы видим, что OpenShift предлагает нам создать сервис для этого пода и роут. Давайте посмотрим, что у нас в проекте получилось. Вот у меня создался под. Внутри него уже поднято приложение. Но давайте сделаем то, что нам предлагают OpenShift, и дадим доступ к этому приложению извне. Появился роут, появился сервис. Соответственно, мы уже можем посмотреть, что там внутри. Смотрим. Ну да, действительно, приложение работает. Hello from Pod отдается. Идем в идею и выполняем наш тест. Если все пройдет удачно, а я надеюсь, что все пройдет удачно, мы посмотрим потом на реализацию, что там в коде происходит, как это выглядит. Поднимается наш браузер. Мы получаем ссылочку на приложение. Приложение еще не работает. Мы шлем запросы, ждем, когда приложение сможет нам вернуть 200. Пожалуйста. Приложение было автоматически развернуто из кода, и мы выполнили наш тест. Как это работает? OpenShift манипулирует следующими понятиями. У вас должен быть кластер, он где-то разворачивается, и к нему должен быть доступ. То есть должен быть какой-то endpoint, где находится ваш кластер. Это мастер URL. Вы используете какого-то пользователя, поскольку OpenShift полагает вашу авторизацию, унификацию и авторизацию. Соответственно, для деплоймента приложений вы должны создать не только проект, но и должны использовать какого-то пользователя. Вы должны использовать определенные маркеры для ваших подов, ваших сервисов, поскольку именно это позволяет конфигурить их взаимодействие между собой. И про это нужно помнить, это очень важно. Вы используете уже готовый имидж. То есть если вы хотите, конечно, вы можете в коде написать и процесс создания имиджа с тестируемым приложением, его push в ваш докер-регистри. Но, возможно, это нужно для вас. Для нас это не было нужным, поэтому вы можете использовать уже готовые какие-то ссылки на докер-имиджи. Итак, мы оперируем несколькими инструментами. Это default Kubernetes client, это config, это open shift client и project request. Project request нам нужен для фактически отображения того, какой проект мы собрали. В логировании, то есть здесь на него никакой нагрузки особой нет. Что же касается остального, это Kubernetes client. Изначально создается он. И на основании Kubernetes client вы создаете уже open shift client с расширенной функциональностью. Для создания Kubernetes client вам потребуется config. В config зашивается то, как надо работать с вашим кластером. А именно, где кластер находится, какой пользователь будет использоваться, как работать с сертификатами, и какой немспейс будет вами использован. В методе login я, собственно говоря, создаю open shift клиент. Дальше create new project я вызываю OC client. Делаю запрос в кластер, куда передаю то, что я хочу создать, а именно имя проекта, description проекта, имя для отображения нашего проекта. Можем посмотреть, как это выглядит в OpenShift консоли. То есть видите, у меня есть проект myproject и demo for xp days. Он был создан, и здесь есть приложение, которое делает то же самое. После того, как мы создали наш проект, мы используем уже наш проект, и в проекте мы реализуем создание пода. Мы делаем deploy pod. Deploy pod происходит на основании deployment config, как я говорил, уже центральной сущности, которая отвечает за создание подов внутри OpenShift. Здесь вы прописываете, в каком немспейсе это должно создаваться, здесь вы прописываете маркеры, здесь вы указываете, какой докер-имидж будет использоваться, имя контейнера, который вы разворачиваете в поде, через какой порт он работает. То есть здесь полностью указывается спецификация того, что вы хотите поднять. Далее мы создаем сервис. Сервис, опять же, создается отдельным запросом. Мы создаем сервис, который мапится на под, который был поднят ранее. Здесь я не добавлял каких-либо проверок на то, что, а вдруг под не поднялся, но я при этом из кода хочу создать сервис. Опять же прописываются правила сообщения между ними. И create route уже создание роута, то есть с точки входа извне кластера и доступа к системе и маппинг его на сервис. После чего get application.url мы просто обращаемся к OpenShift. говорим, дай нам, пожалуйста, все роуты, которые у тебя есть. Фильтруем, подходит ли роут, которые нам пришли под наши правила. В данном случае это имя роута. И если такие есть, мы потом вытаскиваем первый из них и просим у него хост. Соответственно, таким образом мы получаем URL на наше приложение и с ним мы уже можем работать. Что же касается вейта, это использование как раз одного из методов, встроенных в XTF и Rodanelix Utils, который просто умеет ждать 30 секунд и в течение 30 секунд каждые 2 секунды шлет запрос, поднялось ли приложение или нет. Но опять же, весь функционал, который вы видели до этого, реализован благодаря фабрик 8 Kubernetes Client. И использование этих библиотек не обязательно, но если вы хотите посмотреть на что-то готовое, пощупать, вы можете это сделать. Как это сделать? Пожалуйста, весь этот код доступен на GitHub. Здесь я указал для Mavon ссылки на репозиторий GFrog, откуда вы можете взять джарники. Проблемы. Много времени нужно, чтобы стартануть. Да, это действительно так, потому что, во-первых, мы столкнулись, для нас был новый и Kubernetes OpenShift. Для кого-то в команде было даже не очень комфортно работать с докером, поэтому потребовалось какое-то время на изучение всего этого, а также на изучение фабрик 8 Kubernetes Client и того, как это работает. Поэтому это заняло порядка трех месяцев, наверное, до старта написания фреймворка. Это потребовало. Дальше. Хорошие вещи. Код деплоймента вашего приложения и код тестов хранится в одном месте, менеджится в одном месте. И самое главное то, что когда вы деплоите ваше приложение и менеджите его из кода, вы можете делать более богатые тесты, реализовывать более хитрую тестовую логику без использования дополнительных инструментов для внесения какого-то хаоса в работу вашего приложения в рамках Kubernetes, я говорю, что вы не должны использовать, например, Pumbu для того, чтобы убить какой-то докер-контейнер с вашим приложением. Вы это можете сделать вызовом из кода, просто заскейлить его вниз. Не нужно писать и изучать Ansible, не нужно писать плейбуки, не нужно дополнительных инструментов. Вы используете тот язык программирования, который вы знаете. В нашем случае Java. Опять же, у OpenShift есть JSON-схема, поэтому, насколько я понимаю, вы можете, опираясь на нее, писать для вашего языка клиенты по работе с API. Подобный стиль работы позволяет более глубоко разобраться в том, что происходит в OpenShift или в случае Kubernetes кластера, поскольку вы прописываете все инструкции для создания приложения. И последний – это старая хорошая Java, которая использовалась нами. Код доступен по этой ссылке на GitHub и, пожалуйста, QR-код. В Redmi там будет ссылочка на эту презентацию. Можно дальше, да? Спасибо. Полезные материалы я рекомендую для того, чтобы старта. Если кто-то, в принципе, хочет разобраться с Kubernetes, мне очень понравилась книга Аран Гупта «Kubernetes for Java Developers». Быстро читается, легко читается и дает хорошее понимание. И софтсерв будем рады видеть среди нас. Спасибо вам большое. Вопросы, да? Еще раз привет. Спасибо за презентацию. Очень интересно на самом деле. Вопрос по вот этим тестам. Как это все выглядело в пайплайне? То есть когда они вызывались? Они вместе с приложениями отдельно? Вот так вот. Jenkins Matrix Job, которая, ну, это все выглядело как единый проект с большим количеством модулей. И Jenkins Matrix Job просто запускалась. Отдельно был модуль для каждого приложения, в котором был процесс деплоймента и тестов. И это отдельно запускалось. Создавался отдельный проект в OpenShift для каждого приложения. Там выполнялся деплоймент, тесты, и потом удалялось все, когда тесты проходили. То есть если тесты не прошли, то, соответственно, на слейве падала Job, мы шли в OpenShift и смотрели, на каком этапе оно упало. Спасибо за доклад. У меня простой вопрос. Насколько полезны эти тесты? Как много они отлавливают ошибок в настройке инфраструктуры? Насчет того, что насколько они полезны, ну, любые тесты полезны, в данном случае тесты вашего приложения, они несут прямую пользу того, что ваш продукт постоянно позволяет с ним работать, в принципе, да, то есть он работает. Что же касается отладка инфраструктуры, то тут нужно понимать, что если мы говорим про то, когда у вас есть какой-то человек, который пишет YAML файлы, для того, чтобы создавать, развертывать ваше приложение в кластере, и у вас есть код, написанный вами самостоятельно, то, в принципе, это одно и то же, что там у вас будут какие-то вещи, которые вы захардкодили, фактически создали и не меняете, что в YAML файле это происходит. Но если мы говорим о том подходе, который представил вам я, во-первых, вы это сами реализовываете, во-вторых, вы можете сделать так, что у вас будет какой-то удобный API для создания чего-либо, вы можете передавать в качестве параметров, что вы хотите поднять, там, докер имиджи, все что угодно, вы можете это скрыть и упростить, соответственно, развертку и вообще то, что будет подниматься у вас в ваших тестах. То есть доклад об этом. Доклад о том, что вы можете самостоятельно развертывать приложение, манипулировать приложение внутри кластера из ваших тестов благодаря вот таким вот библиотекам. Дякую за доповедь. У меня такое запитание. Это классно, когда у вас один аппликейшн, и вы понимаете, как оно мое разворачиваться. Давайте мы возьмем себе картину, когда у вас 40 микросервисов, которые разработаются абсолютно разными людьми, и они знают лучше, как сконфигурировать их микросервис. И запитание, в основном, каким чином организовать работу, когда этот код, по суті, складается из многих разных дилянок, которые вы не знаете, как контролировать. Я прошу, Виктор, по-моему. Володя. Олег, извините. Олег? Володя. А, Володя, простите. Я вас помятаю с девопстейдж просто. Владимир, смотрите. Во-первых, если мы говорим о микросервисе с распределенными командами, каждая команда пишет свой кусок. Давайте представим, у каждой команды есть своя тестима, или у нас есть какая-то систем тестима, которая отвечает за тестирование всего продукта? Ну, тут уже нужно… Тут, кстати, мне кажется, будет удобно. У вас есть понимание системной микросервисы, ну, большое объединение микросервисов, как единый продукт. Вам, да, вам необходимо будет коммуницировать с командами каждого микросервиса, чтобы понять, как именно они деплоют свою часть, для того, чтобы реализовать этот деплоймент. Но для вас это удобно, потому что вы не будете зависеть от них, вы сможете из своего кода как раз вот что-то тушить, что-то управлять именно независимыми частями. А вот интеграционные тесты вы делаете. Просто, когда я смотрю на какой-то там тестовый кейс, я всегда питаю, покажите мне, как у вас выглядит end-to-end, там, або интеграционное тестование, когда собираются оточения с, ну, пропустим, C-latest, да, и один микросервис ваш, который потрапляет в, власне, в тестовый кейс. Я понял. Да, смотрите, ну, понятно, что это все очень просто, то, что здесь написано, да, это просто там поднимается, проверяем, что там что-то понятно, но это end-to-end тест, да. Если мы говорим о интеграционном тесте, пожалуйста, мы можем с вами задеплоить сервис один, сервис два, выполнить какой-то набор тестов, задеплоить сервис три, другой набор тестов, да, если мы говорим о интеграции в рамках того, что там что-то должно работать, а что-то может уже и не работать, или что-то еще не нужно, то тут как раз вы это все менеджете из кода. И, ну, интеграционный тест, интеграция сервиса между сервисами. Подняли два пода сервисами, подняли для них сервисы, ну, в кластере, там, дали роут, проверили. Супер. Я вважаю, в зависимости за это в будущее, потому что балерина, в принципе, которая сейчас творится, она тоже в великую миру и идет в сторону этого интеграционного тестования и тестовая дата. Еще остальное вопрос, я обижаю, что занял столько времени. Все отличное. Когда вы работаете с кодом, вам нужно, ну, мабуть, что мать хорошие тестовые данные, которые где-то уже лежат. Они у вас развертаются в Openстанции, чи вони якось бейкаются на якихось інших постах? Тестовые данные, вы имеете в виду базы данных какие-то? То есть это или Persistence, или Ephemeral, поды просто с базами данных. Ну, во-первых. И че кодом вы их описываете? Кодом описывали. То есть мы использовали Ephemeral, поскольку так работали наши приложения. Это Ephemeral хранилище. Если мы говорим Persistence хранилище, соответственно, вы должны хранить в коде способ коммуникации с этим Persistence хранилищем существующим. Ну, и по большому счету, когда мы говорим о тестировании или развертке, то под с базой данных, от пода с приложением, ну, он не сильно отличается. То есть на каком-то уровне он не отличается. Просто обычно deployment, то есть deploy приложения, deploy базы данных. Еще пытание. Все. Всем большое спасибо.